Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов На проезде яблочково фонари горят, однако они светят прямо в кроны деревьев, поэтому отбрасывают на дорогу только тень. По нашим наблюдениям, именно разросшиеся кроны чаще всего мешают свету проникать на дорогу. В центре все хорошо, как бы все освещено, а вот окрестности уже не так сильно, я бы сказала. Ну, конечно, все центральные это да, а вот закоулочки. Дашка песочная, у нас есть парк в конце, где Европа, там вот не включает, конечно, света, это очень плохо, потому что постоянно гуляем с друзьями, там очень темно, я считаю. Ну, тут вроде освещение, если идти в сторону, к апельсину, к тому стороне, там тоже темно, не включать, нет, в парке свет, только апельсин освечивается. По пешеходникам, конечно, не так страшно, потому что где я хожу, в основном все, конечно, освещено, а вот в переулочках, ну, конечно, есть немножко, но стараюсь очень быстро идти. Честно говоря, не очень, везде темно, нигде ничего не видно. Единственное, что вот в таких местах освещают, где базовые места, а так, если куда-нибудь за уголок повернуть, все спрашивают, что убьют. Мне чисто нет, потому что я тут вырос, все знаю, вот, а так, если девушкам, тем более одним, то уже много, я уже наслышался именно в этих районах, случается, так, конечно, переживаю за близких, либо друзей, либо за девушку. Напомним, что в 2014 году дирекция благоустройства города заключила энергосервисный контракт СОО «ГПБ Энергоэффект». Он предполагал установку инвесторам энергоэффективных приборов уличного освещения, шкафов управления, а также частичную замену электросетей и опор. Однако условия договора были нарушены. Подрядчик говорит о том, что лампы выходят из строя из-за скачков электричества, а это не гарантийный случай. В свою очередь город обвиняет компанию в некачественных лампах, а также отказу от замены вышедшего из строя оборудования. Арбитражный суд Рязанской области уже рассмотрел несколько исков. Решения по ним были различными, то в пользу подрядчика, то в пользу города. Сейчас дело рассматривает арбитражный суд Москвы. Пока решение не вынесено и городского освещения на некоторых участках нет вообще. Например, около остановки Точинвест. Однако в основную слепую зону города попадают именно пешеходы. Возвращаясь вечером домой, им приходится преодолевать участки полной темноты для того, чтобы добраться до собственных подъездов. Сейчас вы меня видите только за счет накамерного света. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Правительство Российской Федерации планирует ввести ограничения на энергопотребление. В последний раз подобную идею обсуждали в 2014 году. Вот только 4 года назад подобную реформу заморозили из-за неоднозначных результатов. Согласно инициативе, за превышение месячной нормы меняется и тариф. Вице-премьер Дмитрий Козак одобрил эту идею и поручил Минэнерго и Минэкономики к 15 января 2019 года предоставить проекты нормативных документов. Предварительно одобренная властями схема выглядит более щадяще, чем вариант 2013 года. Вместо нормы в 50-190 кВт-часов в месяц предлагается 300 кВт-часов в месяц на точку подключения. В правительстве считают, что в эту норму смогут уложиться большинство домохозяйств. При превышении показателей меняется и тариф. В рамках новой реформы правительство может уменьшить число категорий потребителей, которые приравниваются к гражданам, такие как садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы и так далее. Также планируется отказаться от льготных тарифов для сельских жителей и квартир с электроплитами. А льготы на энергопотребление могут быть введены для граждан, нуждающихся в соцподдержке. Женщин допустят на работы, которые раньше считались вредными и опасными. Министр труда России работает над внесением изменений в перечень из 456 запрещенных профессий. Так, женщинам хотят разрешить трудиться на воздушном и железнодорожном транспорте, водителями большегрузов, машинистами специальной техники и так далее. Однако уже давно во многих регионах в мужских профессиях трудятся женщины. В нашем следующем репортаже мы расскажем о таких девушках. Многие считают, что профессия водителя преимущественно мужская. Однако за рулем общественного вида транспорта, например, троллейбусов, привычно видеть именно женщин. С другой стороны, маршрутные такси уже укоренились в сознании горожан именно с мужчинами-водителями. Однако, как оказалось, утверждение это не совсем верное. За рулем 88 маршрута женщина по имени Любовь. В профессии непривычный глазовый водитель больше четырех лет. Моя жизнь связана всю жизнь с транспортом. Троллейбус, маршрутный такси. Ну вот как-то вот так вот по жизни. Хотя есть и высшее образование, но вот как-то и не сложилось. По профессии Любовь – преподаватель. Но жизнь сложилась иначе. Теперь женщина измеряет уровень масла, тормозной жидкости и давление в шинах. Приезжает на работу в 4 утра, а возвращается домой поздно вечером. А с дежурства и того позже, в первом часу ночи. График работы сменный. Любовь рассказала, что коллеги-мужчины всегда ее поддерживали, помогали советом. Иногда подсказывала и она. Это очень тяжелая, тяжкая работа, особенно для женщин. Но она все это выдерживает, все на себя принимает, с пассажиром и хорошо относится. Водитель маршрутного такси – это еще и работа с людьми. А они, по словам Любови, разные. Бывало и такое, что пьяные или конфликтные люди устраивали скандалы в салоне. Однако всегда конфликтную ситуацию удавалось уладить мирно. Работа с людьми – это всегда один из самых сложных и одновременно приятных аспектов разных профессий. Ирина Зуйкова – сотрудник полиции. В ее обязанности входит патрулирование улиц, беседа с людьми и самое главное – обеспечение и поддержание порядка. Девушка рассказала, что всегда хотела помогать людям. Каждый день вместе с напарником она выходит на дежурство. Мужская или не мужская, я для себя не ставлю таких приоритетов каких-то. У меня нет такого понятия. Я считаю, что сотрудник полиции – это универсальное лицо. И бывают ситуации, когда правонарушителем является женщина. И согласно кодексу административных правонарушений, досматривая данное лицо, только может женщина, полицейский сотрудник. Поэтому без нас никак. У Ирины есть муж и сын, которые поддерживают девушку дома. На работе помогает мужской коллектив. В мужском коллективе работать не так тяжело. Ребята, наоборот, помогают, поддерживают, рассказывают какие-то свои истории. Потому что очень много работопытных, которые более 10 лет уже отработали. И их поддержка очень важна. День у Ирины начинается рано. В 6 часов утра она отводит ребенка в детский сад, а потом спешит на работу. Закончить свой день в одно и то же время получается не всегда. График ненормированный. Но после работы всегда спешит к семье. Одна из главных задач, по словам Ирины, это воспитание сына. Мальчик, вдохновленный примером мамы, уже занимается плаванием и борьбой. Что примечательно, тренером борьбы также может быть и женщина. У детской группы занятия проводит Галина Ермакова. Она тренер высшей категории по самбо и джиу-джитсу. Борьбой решила заниматься с юных лет. К этому ее подтолкнул популярный в то время фильм «Генни дзюдо». После просмотра Галина записалась в местный клуб единоборств. Было тяжеловато, хотя на тот момент было много девчонок у нас в группе. И потом как бы спортивная карьера стала развиваться уже более серьезно. Приходилось ездить много на соревнования и было тяжеловато. И, ну, ничего, справлялись потихонечку. Сейчас она мастер спорта. По совету своих тренеров поступила в институт и позже сама стала обучать детей единоборством. Тренерский стаж у Галины больше 20 лет. Мужской коллектив поддерживает женщину и помогает в трудную минуту. У Галины есть сын Сергей. Ему 4 года. Иногда тренировки посещает и мальчик. Работать с детьми непросто. Организовать тренировку, обучить их приемам и дать совет – все это важные задачи, за которыми нужно не забывать, что ты – женщина. Перед тренировкой Галина наносит легкий макияж и всегда следит за собой. Каждый раз, приезжая с маршрута, Любовь Прюшковская поправляет прическу. А на приборной панели у женщины лежит белый щенок по имени Шарик. Когда она только устроилась водителем, собачку ей подарил сын. На удачу. Теперь игрушка – ее верный спутник вот уже несколько лет подряд. А Ирина Зуйкова призналась, что иногда во время патрулирования заглядывает в зеркала или витрины. Неважно, на каких профессиях они трудятся и какая тяжелая ноша выпала на их жизнь, все они сохранили оптимистичный настрой и начинают свой день с улыбки. Девушки всегда остаются девушками, лучиками света среди мужчин. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Отдать долг родине 1 октября стартовала весенняя призывная кампания. Молодые люди в возрасте до 27 лет могут пойти служить как на срочную службу, так и заключить контракт, продолжит Галина Кудряшова. Заменить срочную службу службы по контракту могут молодые люди, имеющие среднее и высшее профессиональное образование. В рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября, наиболее востребованной стала профессия водителя. При этом категорию прав Ц и выше можно получить на базе самой военной части. Для контрактников открываются и ряд других преимуществ. По контракту даже человек сам себе выбирает место службы. А военнослужба призыву, это куда родину отправлять защищать, туда он и едет. Например, у него нет выбора поехать либо в Подмосковье, либо в Рязани остаться. Его отправили просто в Подмосковье, и все, и он там будет проходить целый год службу. А здесь он имеет право выбора. Либо в Рязани остаться, либо в Калининград уехать, либо во Владивосток. В отличие от срочной службы, контракт заключается на 2 или 3 года. Важным преимуществом является то, что можно самостоятельно выбрать профессию. Ее помогают подобрать в соответствии с имеющимися навыками и пожеланиями. Это нормированный рабочий день, как правило, с 9 до 18, плюс обед, 2 часа. Денежное удовольствие от 18 тысяч, плюс выслуга идет, плюс возможность принять участие в ипотечной программе. Получить жилье от Министерства обороны. Не военнослужащий из своего кармана или из своего денежного удовольствия, а Министерство обороны за него оплачивает эту ипотеку. Медицинское освидетельствование, категория годности и психологические тесты. Все как на срочной службе. Пункты отбора работают в течение всего года. Специалисты регулярно проводят консультации и встречи с призывниками. Не думаю, что служба привезыва является хорошей штукой. Я думаю, что в скором времени от нее будут избавляться. И будущее за службу по контракту. Получить информацию о вакантных должностях с указанием требований квалификации, размером зарплаты и местом службы можно в пунктах отбора. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Статистика неумолима. С каждым годом количество больных онкологическими заболеваниями растет. Рязанская область – одна из самых неблагополучных по количеству заболевших. Но при этом сохраняется высокий процент излечившихся пациентов. О том, как не стать жертвой этой страшной болезни, узнала Мария Рудая. От улыбки не только всем светлей, но и здоровье прибавится, уверен главный врач рязанского онкологического диспансера Михаил Рязанцев. Позитивный настрой – главная профилактика отсек болезней. Онкология для многих звучит как приговор. При этом до сих пор никто не знает точных причин, почему эта страшная болезнь поражает одних и обходит стороной других. Но определенные факторы риска все же есть. И они давно не являются секретом. Безусловно, что? Наследственность – однозначно. Образ жизни, образ питания – однозначно. Хронические стрессовые ситуации – однозначно. Все это влияет. Есть некоторые виды заболеваний, которые, в общем-то, инфекционные агенты, вот как, допустим, рак шейхи матки, там заболевания половых органов мужчинам, женщинам – все это считается, что передается вирусом попелом человеку. К сожалению, наш регион является не самым благополучным по количеству заболевших. Но врачи уверяют, процент выздоровевших тоже высок. Главное условие успешного лечения – это ранняя диагностика. К сожалению, многие онкозаболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. А когда появляются симптомы, порой бывает поздно. Начальные формы рака, предраковые заболевания предполагают возможность выполнения органосберегающих операций с полной социальной реабилитацией, трудовой реабилитацией. То есть в гинекологических проблемах это возможность восстановления репродуктивной функции у женщин. И когда речь идет о распространенных формах заболевания, то, к сожалению, применяются высокоагрессивные технологии лечения, как хирургического, так и радиологического, и химиотерапевтического. И, как правило, к сожалению, несмотря на выздоровление, это заканчивается стойкой инвалидизацией. Еще один залог здоровья – это качественная и разнообразная пища. Ведь недаром говорят, мы есть то, что мы едим. Так, Всемирная организация здравоохранения причислила сосиски, колбасу и бекон к канцерогенам. В докладе говорится, что 50 граммов переработанного мяса в день – это всего лишь два куска колбасы или бекона, увеличивает риск развития рака толстой кишки. Я вообще колбасу не ем. Принципиально. Потому что я, во-первых, очень сомневаюсь в наличии в ней мяса. И плюс консервантов там такое количество, которое действительно вызывает опасения в плане угрозы здоровью человека, который употребляет эти так называемые колбасные изделия. Это вот на мой взгляд. Это моя личная позиция. Потому что само мясо по себе, да, с возрастом употребления и количества его надо ограничивать, естественно. Потому что с возрастом изменяется характер обмена. И, естественно, должно быть преобладание растительной пищи. Конечно, полностью обезопасить себя от того или иного заболевания невозможно. Но абсолютно реально сократить риск ее возникновения. Советы врачей крайне просты. Отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, борьба со стрессом. И больше двигаться и бывать на свежем воздухе. А также своевременно проходить обследование. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Школа-семинар диагностика наноматериалов и наноструктур начала работу в Рязанском радиотехническом университете. В этом году проведение школы для молодых ученых поддержано Федеральным агентством по делам молодежи в рамках конкурса проектов «Росмолодежи. Россия. Страна возможностей». Школа-семинар собрала ученых, аспирантов и студентов из ведущих вузов страны. Юрий Кузнецов приехал на школу-семинар диагностика наноматериалов и наноструктур из Нижнего Новгорода. Он аспирант физического факультета Нижегородского госуниверситета и уже два года занимается исследованием магнитных свойств проводниковых наноструктурных объектов. По словам Юрия Кузнецова, эта площадка – лучшее место, чтобы поделиться опытом с такими же молодыми учеными. В первую очередь мои исследования направлены для применения в спинтронике. Спинтроника – это альтернативная область применения новых электрических устройств. Ученый из Беларуси Николай Гопоненко на конференции в Рязанском радиотехническом университете не впервые. Его тема – перспективы дальнейшего развития технологии пленок из холодных растворов для микроэлектроники и нанофатурики. Мы ищем контракты и международные проекты. Один проект у нас сейчас идет с Индией по гельтехнологии. Буквально неделю назад мы в Минске делали два совместных доклада на эту тему. Сегодня я буду рассказывать здесь. Если раньше профессор Николай Гопоненко приезжал в Рязань как участник, то в этом году уже вошел в оргкомитет. Он считает, что эта площадка как нельзя лучше подходит для живого общения. А по словам исполняющего обязанности ректора Рязанского радиотехнического университета Михаила Чиркина, семинар многое дает и ученым, и аспирантам, и студентам. Это очень хорошая возможность столкнуться с учеными из других мест. Для формирования научного работника это тоже очень важно. Все вот это вместе в совокупности и плюс возможность неформального общения, общения свободного, создает необходимую среду, в которой и воспитываются научные работники и высококвалифицированные преподаватели для высшей школы. Впервые школа-семинар прошла в Рязанском радиотехническом университете в 2008 году. За 10 лет ее посетили более тысячи человек. Многие молодые участники защитили кандидатские диссертации. Благодаря контактам, налаженным во время проведения школ-семинаров, нашли работу и научных руководителей. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Магазин «Альфа-Эс» теперь встречает покупателей на новом месте. Теперь приобрести развивающие игры для детей и настольные для взрослых можно по адресу Полевая 42, дробь 16. Там побывала Мария Рудая. Это настоящее царство развивающих игр. Магазин «Альфа-Эс» работает в Рязани более 15 лет. Благодаря этому детство сразу нескольких поколений рязанцев. Было интересным и увлекательным. Сейчас магазин переехал на новый адрес Полевая, дом 42, дробь 16. Но ассортимент по-прежнему впечатляет. Здесь представлено более 5000 наименований настольных и развивающих игр для детей и взрослых. Отдельно стоит отметить наборы для создания своими руками самых разных вещей. Когда мы сидим темными зимними вечерами или в празднике, нам нужно детей не только развивать, но и еще что-то с ними интересное делать. Но не всегда хватает своей фантазии на то, чтобы придумать самому сделать оригами или начать делать какие-то бусинки собирать. Для этого представлена отдельная группа товаров. То есть это именно чумелые ручки. На полках есть как традиционные шахматы и шашки, рыбалка, хоккей, футбол, так и бизи-борд, электронный конструктор и еще множество других не менее интересных игр для детей. По-прежнему мы занимаемся деревянными игрушечками, которые интересны для деток, начиная от 4 месяцев. То есть как только ребенок начал что-то делать ручками, уже можно рассказывать, показывать, развивать. Есть уникальные методики, которыми пользовались когда-то наши родители, потом пользовались мы, воспитывая своих детей и, надеюсь, будут использовать еще многие поколения, такие как игры Никисина, игры Монте-Сори, досочки Сингена, то есть которые многие модифицировались в пластмассовые игры, но у нас они есть в оригинальном деревянном формате. Для ребят постарше будут интересны опыты и фокусы которых в магазине. Огромный выбор. А вот на этом стеллаже находятся настольные игры, которые будут интересны не только юным рязанцам, но и взрослым. Иммоджинариум, мафия, твистер, крокодильчик, уно, позитивиум. Список можно продолжать бесконечно. Можно поиграть в традиционные словесные игры, начиная от традиционных, активити или наши хорошо знакомые мафии. Есть такие менее известные игры, как колонизатор, например, да, то есть там уже требуется дополнительная подготовка человека, то есть его нужно и посидеть, и изучить, и вникнуть, то есть это идет для тех, кто любит непростую игру. Стоит отметить, что в магазине Альфа-Эс можно заказать стенды для детских садов, школ и других учебных заведений. Готовые варианты можно приобрести прямо здесь или заказать на официальном сайте al-fa-s.ru. При необходимости можно изменить и согласовать дизайн и размеры, а также количество информационных карманов. Магазин работает с понедельника по субботу в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу с 10 до 16. По адресу улицы Полевая, дом 42, дробь 16. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok